Адольф Бастрыкин В следственный комитет был вызван Борис Немцов Когда нечего предъявить, в дело вступают истеричные инсинуации Следак Плешивцев внезапно оброс густыми претензиями к Леониду Развожжаеву Дескать, не пытал я своего узника, а крик его души – ничто иное, как ложный донос И теперь таскают по этому страшному делу всех подряд Притащили и Бориса Немцова Это дело о якобы ложном доносе, за которое полагается в худшем случае наказать до трех лет лишения свободы И то, что пытаются из любого дела политического раздуть Как говорил Мерзляев в фильме о бедном гусаре Дайте мне поручение, я его сделаю особым Вот такие особые поручения, которые пытается выполнять Следственный комитет России Видимо, заказ политический от власти страны Ну, это просто выглядит крайне прискорбно Следственный комитет России, главное, по сути, следственное ведомство Занимается банальным, заурядным, якобы имевшим место ложным доносом Хотя мы абсолютно убеждены, что Развожжаев сказал правду Или, во всяком случае, именно так воспринимает все происходящее с ним Меня вызвали по фабрикуемому политическому делу Я понимаю, что есть политическая задача у Бастрыкина Посадить узников 6 мая, в том числе и Леонида Развожжаева Вот, мы с ним в разных организациях, он в Левом фронте, я, вы знаете, в солидарности и в РПР Парнасе Вот, естественно, это полное безобразие Я был бы рад, если бы Бастрыкин меня позвал по поводу хищения на Олимпиаде Я сейчас этим занимаюсь Там похитили до 30 миллиардов долларов Но ни одного дела, доведенного до суда, между прочим, до сих пор нет Вот, огромное количество следователей высасывают из пальца какие-то дела Для того, чтобы оппозиция не могла действовать в стране свободно Безобразие полное, но я, как законопослушный человек, я считаю, обязан прийти Раз вызвали на допрос, надо отходить Вы верите, что однажды предъявите сами обвинения по поводу Олимпиады в Сочи? Знаете, я человек не злопамятный, но я считаю, что вот это чудовищное воровство Это фантастическое, невероятное в истории России беспрецедентная афера Под названием «Зимняя Олимпиада в Субтропиках» Она будет расследована и виновные предстанут перед судом Я сейчас готовлю доклад, который называется «Зимняя Олимпиада в Субтропиках» Я надеюсь, что он будет готов уже к концу мая Вот, с удовольствием его пошлю Бастрыкину, кстати говоря Я вот думал, кому посвятить доклад, то ли Путину, то ли Бастрыкину Решил все-таки Бастрыкину его посвятить Я считаю, это очень важно, потому что, ну, это полное безобразие Огромные деньги на глазах Причем государственные деньги, я подчеркиваю, бюджетные в первую очередь На глазах у всего народа, буквально, расхищаются дружками Путина Там главный бенефициар Аркадий и Борис Ротенберг А также сынок Аркадий по имени Игорь Вот, это важная история Но, видите, они этим не занимаются Они же не с преступностью борются А они с собственным народом борются Между тем, пока Бастрыкинское ведомство упражняется в искусстве кройки и шитья Кучка гражданских активистов пикетирует площадь Краснопресненской заставы В знак протеста против фабрикуемых дел Необходимо общественное внимание к этому процессу Иначе они будут делать действительно все, что захотят с нами Мы не имеем права просто Нормальные граждане с этой страны Ответственные за судьбу своей страны За будущее своей страны Они не могут смотреть на это равнодушно И, конечно, должны стремиться к тому Чтобы все-таки власть обратила на нас внимание И власть боялась нашего мнения Боялась этого протеста Горстка активистов Явный укор трусоватым обывателям Трясущимся за свою оболочку Одни пробегают, пряча покорный взгляд Другие останавливаются и спрашивают Что еще за узники Ведь по ящику про это не говорят Третьи, выпучивая глаза, повторяют Уже набившие оскомину, сколько вам заплатили Когда усыпляется совесть, подлость бодрствует Она деятельна, разрушая все на своем пути От отдельного разума до целого государства Смысл есть всегда Хотя бы какой-то в чем-то есть смысл Я считаю, что ввиду нашей малочисленности Смысла нет Но показывать людям и доносить правду нам нужно И когда вот, вы знаете, когда у нас выйдет Столько же, сколько вышло на болотном Вот за что сидят ребята, ни за что Когда вот эта вся толпа встанет и выйдет Когда перестанут все трусостью сидеть дома И отмалчиваться и ждать, когда же будет то, что мы хотим Вот когда все встанут, тогда будет большой смысл А сейчас, я думаю, главная задача это информирование людей И я думаю, проходящих около метро Достаточное количество, их много И они прекрасно видят, за что мы стоим Они читают и плакаты И видят, как нас милиция здесь оцепила И что мы задержали И конечно, они все равно, все люди выступают за нас Но подойти все боятся И только когда вот все подойдут Все вот, все с нами воедино Мы встанем в стране, тогда мы что-то добьемся А как же убрать этот страх? Как его преодолеть? Ну вот, вот мы стараемся Мы преодолеваем Ряды пополняются Людей все больше и больше Ну, ввиду, ввиду вот ужасного режима Ввиду того, что вот как раз Когда, как бы раньше-то было больше народов в протесте Ввиду того, что репрессии Соответственно, люди как-то боятся Боятся, кто-то боится попасть в тюрьму Кто-то потерять работу А вы не боитесь тюрьмы? А я не боюсь тюрьмы Потому что сидят мои друзья А завтра могу оказаться там я Понимаете, я не боюсь Я буду до конца стоять за своих ребят Я всегда их во всем подержу И буду стараться Убивших Далматова под суд! Убивших Далматова под суд! Они едят за вашу свободу! Свободу! Если существует фашистский следственный комитет То должен быть и противодействующий комитет Оппозиция создала комитет 6 мая И призывает всех свидетелей тех событий Обращаться к ним Для того, чтобы были свидетельства Неопровержимые свидетельства И с другой стороны Саша Сотник, Дмитрий Мелехин Политвестник ТВ Сегодня пришли за мной Завтра придут за тобой Сотник, Дмитрий Мелехин Сотник, Дмитрий Мелехин